Где тетя? Где солнышко у нас? Где солнышко? Сейчас Рамелю год и шесть месяцев и он уже инвалид по зрению. Мальчик не видит с рождения. Он не знает, что такое солнышко и каким пронзительным бывает небо. Но его мама Лейла уверена, когда-нибудь это обязательно случится. Мы с двухнедельного возраста, как он родился, постоянно катаемся по больницам. Хотим узнать, зачем родился такой. И на восстановление его хотим восстановить, чтобы ножками пошел. Как все детки бегают. Он же еще ножками даже не ходит. Я ходил? Да. Хотя бы, чтобы один глаз видел. Постоянно каждые три месяца нам будет аллоплант, питание для глаз. Ежедневные прогулки – часть мациона, а еще массаж. Говорят, чудес не бывает, но мамины руки его сотворили. Врачи ставили Рамилю диагноз – ДЦП. Но Лейла отвела болезнь буквально своими руками. Делала массаж до 50 раз в день. И сегодня от болезни практически ничего не осталось. Пришел дворник, все пальмем и ножки у нас. В чем причина слепоты, врачи до сих пор не пришли к однозначному выводу. Была гипоксия, отсюда и нарушение. Клиники Мулдашева обнадежили. Главное – проводить операции. Поэтапно. Первые операции – одну по квоте бесплатно. Остальные за деньги дали положительный результат. С 15% зрение улучшилось до 56%. Но в мае из-за нехватки денег им с мужем пришлось отказаться от очередной операции. Следующая назначена на 15 июля. И Лейла очень надеется, они сумеют собрать необходимые 30 тысяч. И ее сын обязательно увидит солнышко. Не хотели, конечно, говорить всем. Хотели на свои силы как-то рассчитывали. Да? Но не получается. За помощью Лейла обратилась к предпринимателю и депутату Рафилу Мавлиеву. Часть денег на лечение сына она уже получила. Но впереди маленького Рамиля ждет реабилитация. Семья Бектимировых будет рада любой помощи. Телефон для связи 8-987-250-4867. Лилия Гарифульна, Дмитрий Кузнецов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова